Привет! Сегодня подробно рассмотрим Ugreen Hi-Tune T3. Недорогие, полностью беспроводные внутриканальные наушники с активным шумоподавлением. Что по комплекту? Моделька ко мне приехала в компактной коробке, внутри которой были сами наушники в кейсе, зарядный кабель USB-A на USB-C, три пары амбушюров, плюс одна пара уже была надета, и документация. Амбушюры не слишком тонкие, не порвутся. Кабель порадовал длиной, по размерам около 50 см. Это удобнее, чем коротышки по 15 см, которые сейчас часто бывают в комплектации ТВС-наушников. К слову о ТВС-наушниках. Рейтинг лучших и самых актуальных моделей вы найдете по ссылочке в описании, в рейтинге на нашем сайте. Переходите, там очень классные и интересные модельки. Кейс достаточно плоский, чтобы поместиться в любой карман. Углы скруглены. Он небольшой и легкий, около 42 грамм с наушниками. Спереди три индикатора уровня заряда. Снизу Type-C и кнопка. Крышка ходит легко. Одной рукой открыть можно, но сама не распахнется. Наушники внутри держатся надежно, хотя при желании вытряхнуть можно. Кейс выполнен из глянцевого пластика. Отпечатков пальцев на нем не видно. Микроцарапин тоже. Зато пыль и мелкие частицы хорошо заметны. Это особенность всех белых глянцевых кейсов. У Green Hi-Tune T3 это ТВ с наушники в популярном форм-факторе с ножками. Внешне они мало чем отличаются от многих аналогов. Ножки средней длины, сечение овальное. Корпусы каплевидные, звуковод короткий и широкий. Есть пара компенсационных отверстий сверху и спереди. Внизу на ножках клеммы и микрофоны. Что интересно, отверстия для микрофонов находятся сбоку. Они на нижней грани, около клемм. Модель бюджетная, производитель глубоко китайский. Поэтому качество сборки очень важно. И к нему у меня никаких претензий нет. За время тестирования не заметил люфтов, необработанных швов и прочих огрехов. Собраны наушники хорошо и прослужат долго. Жаль, что дизайн совсем обычный. Впрочем, он универсальный и многим понравится. Данные у Грины это удобные наушники. Поехать в них на транспорте с пересадками через полгорода около двух часов получилось без дискомфорта. Дома не снимал и по три часа. Звуководы короткие, амбушюры в меру мягкие и упругие. Не натирают и не утомляют. Форма корпуса эргономичная подойдет для любых ушей. Само собой, комфорт это субъективное понятие, но по опыту могу сказать, что эти наушники подойдут большинству потенциальных покупателей. Наушники не выпадут из ушей на ходу, но могут сдвигаться. И бегать в них я бы не стал. Во время передвижения по городу периодически появлялось желание поправить то один, то другой наушник. Ножки не самые длинные, но иногда доставляют неудобства. Периодически задевал их капюшоном, например, и в эти моменты наушники почти выпадали. По управлению. Верхняя часть ножки с внешней стороны каждого наушника у Грин это сенсорная панель. В схеме управления нет сложных жестов, вроде тройных касаний, как у многих аналогов, и управления громкостью у данных у Гринов отсутствует. Фирменного приложения нет, поэтому перенастроить жесты не получится. А схема здесь такая. Одно касание по любому наушнику до старт-паузу. Два касания, правый наушник следующий трек, левый наушник предыдущий. Еще этот жест отвечает за прием и завершение вызова. Удержание около двух секунд по правому наушнику, переключение режимов шумоподавления, прозрачность и все выключено, а левый наушник вызов голосового помощника, либо отключение входящего вызова. По любому наушнику. Данные у Грины – это одни из немногих наушников, у которых реализация управления меня откровенно раздражала в течение тестов. В схеме есть одинаковые касания, а сенсор весьма чувствительный. Когда надеваешь или снимаешь наушник, почти обязательно сработает старт или пауза. Поправляешь – что же? Ведь удобно брать наушники именно за те места, где расположены сенсорные панели. Двойное касание выполняется без проблем, но звуковых подтверждений нет. Есть голосовые при переключении режимов шумодав и прозрачность. Умные паузы тоже не завезли. Все это ожидаемо для бюджетной модели. По автономности. Данные у Грины могут проработать до 7 часов на одном заряде и до 24 часов с зарядками от кейса. Производитель указывает, что эта цифра была получена при работе на 60% громкости, с выключенным шумоподавлением и прозрачностью, и при соединении по кодеку AAC. Моими тестами эти цифры примерно подтверждаются. За 3 часа прослушивания без шумоподавления наушники разрядились примерно на 50%. Шумоподавлением примерно на 2-2,5 часа. В общем, 5-6 часов послушать можно легко. Уровень заряда наушников отображается в стандартном месте, на подключенном устройстве. А оставшийся заряд кейса показывают те самые 3 индикатора спереди. По одному на треть. Боковые плавно мигают, когда идет процесс зарядки наушников. Правого и левого соответственно. Заряжаются наушники от кейса примерно за 1,5 часа. Сам кейс полностью за 2 часа. Быстрые зарядки, к сожалению, не завезли. Показатели автономности комфортные. Заряжать большинство пользователей будут не чаще одного раза в неделю. Наушники Ugreen Hightune T3 поддерживают Bluetooth версии 5.2 и кодеки SBC и AAC. Соединение с телефоном, ноутбуком или другими источниками стабильное в радиусе около 8 метров. Через одну стену работает хорошо, через две ощутимо хуже. На улице явных проблем и заиканий не было, вне зависимости от того, в каком кармане лежал телефон. Я бы характеризовал качество связи как хорошее среднее. Возможно, с телефонами, поддерживающими Bluetooth версии 5.2, Connect будет более надежный. У меня только 5.0. Первое сопряжение происходит просто. Открываем кейс и находим наушники в списке доступных устройств на нужном устройстве. Если нужно подключить другой источник, то можно просто отключить их от первого. И наушники сами перейдут в режим доступности. Либо можно зажать кнопку на кейсе на 3 секунды, и наушники при этом должны быть внутри. К знакомому источнику они подключаются быстро. Открываешь кейс, и когда вставляешь первый наушник, уже слышишь Bluetooth Connected. Мультипойнта здесь нет, но никто и не ожидал. При просмотре видео есть легкий рассинхрон. Но сериал в дороге посмотреть без дискомфорта можно. Для игр задержка великовата. Зато наушники хорошо работают по одному. Можно отдельно слушать любой, и переключение соло на дуэт происходит быстро и без проблем. Шумоподавление у данных у гринов чуть лучше, чем для галочки. Эффект от него в городском шуме есть, но не сказать, что ощутимый. Сглаживаются только низкочастотные монотонные звуки. Например, в автобусе гудение двигателя. Но шум колес, окружение не давится. Пассивная звукоизоляция из-за неглубокой посадки здесь средняя. Но с частью среднечастотных звуков справляется. В итоге можно ездить в наземном транспорте и слушать музыку на средней громкости. Но хочется прибавить. Метро приходится делать еще громче. Приятный плюс, включение шумодава не влияет или почти не влияет на звук музыки. У бюджетных моделей часто появляются искажения от активного шумоподавления. Прозрачность реализована примерно так же, как и шумоподавление. Окружение слышно, можно ориентироваться в пространстве и при этом слушать музыку. Но вот перекинуться даже парой слов с кем-то не снимая наушники некомфортно. Голоса сдавленные, себя слышишь тоже не особо хорошо. Впрочем, это дело привычки. В общем, покупать эту модельку ради шумоподавления точно не стоит. А вот модели с реально качественным шумодавом, от бюджетных до дорогих, мы собрали в отдельном большом рейтинге, который постоянно обновляется. Ссылочка будет в описании, переходите, там много интересного. По микрофону. В качестве гарнитуры беспроводные наушники у Green Hi-Tune T3 использовать можно на улице и в помещении. Микрофон есть в каждом наушнике, можно разговаривать через любой из них или через оба. Из помещения собеседники слышат хорошо, хоть и понимая, что разговаривают по гарнитуре. На улице чаще всего повышать голос и повторять не нужно. Хотя около оживленных дорог лучше перейти на телефон. Голос немного искажается, но информативности, скажем так, не теряет. С записями через микрофон вы можете ознакомиться в обзоре на сайте по ссылке в описании. Поговорим о главном, о звучании. О звучании у Green Hi-Tune T3 неплохое. Свой ценовой категории, конечно. Нет ощущения ваты в ушах, грязи, мыло и так далее. Но и музыкальным звучание не назвать. Сильно акцентированный мид-бас, немного проваленная середина и ощутимо сглаженные высокие. Настройка для простой популярной музыки. Пройдемся коротко по частотке. Низкие частоты мощные, в меру ударные, нет откровенной грязи. Есть ощутимый акцент на средних-низких частотах. Бас не фактурный и иногда раздутый. Средние частоты вполне ровные, без пиков и провалов, но частично скрываются за басом. Высокие частоты не резкие, но и нет ощущения ваты в ушах. Они ощутимо сглажены и проработка ниже средней. Сцена здесь чуть шире головы, инструменты разделяются, откровенной каши нет, но границы образов смазаны. Детализация нормальная для своей цены, явного недостатка деталей здесь нет. Натуральность тоже на уровне ценника, откровенной синтетики не наблюдается. По музыкальным жанрам. Ножники нормально отыгрывают популярную музыку, простую электронику, танцевальную, клубную музыку и хип-хоп. А вот жанры с живыми инструментами звучат картонно. По вариантам применения, оптимально это фоновое прослушивание музыки и аудиокниги. К слову, данную модельку мы сравнили с равносильной моделью по качеству. Это Honor AirBuds 2 Lite. Сравнение будет в текстовом обзоре на сайте, по ссылочке в описании. Что по ценам? На Алиэкспресс данная модель стоит в районе 3200 рублей. Или в районе 45 баксов. Ссылка на официальный магазин будет в описании, так что поспешите. Что мы имеем в итоге? Это достойная бюджетная модель. И вот ее основные плюсы. Хороший звук за свои деньги. Вариант для любителей баса, нет явных искажений и грязи. Удобная посадка, до 3 часов без дискомфорта. Автономность до 7 часов на одном заряде. Хорошее соединение по Bluetooth. И быстрое соединение со знакомым источником. Работа наушников по отдельности. Неплохой микрофон. Можно разговаривать на улице, кроме очень шумных мест. Надежная сборка и популярный дизайн. Есть дополнительные функции, типа шумоподавления и прозрачности. Прозрачность часто приходится кстати. Шумодав хоть немного, но добавляет комфорта в городских условиях. Но, как обычно и бывает у недорогих наушников, есть ощутимые минусы. Не лучшая реализация управления. Здесь нет возможности регулировать громкость. Частое ложное срабатывание одинарного касания. Звук хорош только в своей ценовой категории. Эта модель не для меломанов. Фоновое прослушивание музыки да, но в целом в звуке немало искажений и перекосов. Шумоподавление почти для галочки. Как дополнительная функция нормально, но ждать от него ощутимого эффекта не стоит. Это не главное достоинство модели. Небольшая рассинхронизация при просмотре видео. Не напрягает, но имеет место быть. Нет умной паузы, приложения и быстрой зарядки. От бюджетной модели этих функций особо не ждешь, так что это не минус, а особенность. У Green High Tune T3 получили итоговую оценку на нашем сайте 7 из 10. Стоят ли они своих денег? Да, стоят. Это хорошая бюджетная модель для фонового прослушивания музыки, которая прослужит долго и не подведет внезапно. Вот такие дела. И не забудь подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok